Мед в сотах. Натуральный мед – уникальный продукт, который славится своим богатым составом и полезными свойствами. Он заслужил уважение и любовь многих поколений. Самым ценным и вкусным считается сотовый мед. Особенностью данного продукта является его природная форма – он не подвергается выкачке, сохраняется в естественной оболочке, сотах. Характеристики и состав сотового меда. Мед в сотах может называться элитным продуктом – он значительно дороже выкачанного нектара. Такая тенденция очень просто объясняется его основными характеристиками. Состав сотового меда богаче, чем у его аналогов, уже добытых из сот. В нем присутствуют частички других продуктов пчеловодства. Мед и сот абсолютно стерильный процесс его выработки происходит без внешнего вмешательства. Небольшое количество продуктов продажи. Это связано с трудностями, с которыми сталкиваются пчеловоды в процессе хранения и транспортировки сот. Подделать сот и мед практически невозможно, можно быть уверенным в его натуральности. Основным недостатком данного продукта можно считать хрупкость оболочки, которая разрушается в процессе разрезания сот. В результате из поврежденных ячеек вытекает значительное количество сладости. Чтобы избежать потери продукта и сохранить его качество, лучше приобретать целую рамку и не делить ее. Мед в сотах может называться элитным продуктом. Особенностью состава сотового меда является наличие в нем частей самых сот и дополнительных материалов. В нем присутствует у воск. Основной стройматериал ячеек. У забрус. Крышечки сот, которыми они запечатываются. У прополис. Выстилает стенки ячеек, упорга пыльца, частички сырья для выработки нектара. Кроме того, в сотовом меде содержатся очень болезные и нужные вещества. Минералы, магний, кальций, железо, фосфор, витамины А, В, С, Е, белки, глюкоза, фруктоза, органические кислоты, муравьиная, янтарная, фолиевая, пантотеновая кислота, аминокислоты, фитонциды. Важно! Достоинством меда с воском выступает сохранение уникальных свойств на протяжении длительного периода. Но следует быть внимательным и следить за тем, чтобы не нарушалась целостность природной упаковки. Как выбрать качественный мед в сотах? Уникальным преимуществом сотого меда по праву можно считать его подлинность. Этот продукт практически невозможно подделать так, что можно не переживать при покупке сладости и быть уверенным в его натуральности. Несмотря на такую приятную особенность, качество меда в ячейках может отличаться, в зависимости от погодных условий ухода за пчелами. Так, в условиях дождливой, хмурой, холодной погоды количество и ценность продукта значительно подают. Вкус становится не такой насыщенный, аромат невыразительный. При воздействии высоких температур мед засахаривается. Огромную роль для работоспособности пчел и качество меда играют продукты, которые применяют пасечники для подкормки насекомых. Часто в целях экономии используется сахарный сироп вместо медовой рамки. Основными правилами выбора сотого меда являются тщательные обследования и сот. Они должны быть полные, без пустых ячейк. Проверка сот на герметичность. Поверхность качественных сот сухая, ячейки герметично закупорены. Исследование продукта на зрелость. Незрелый продукт не такой полезный, содержит большой процент воды, его употребление принесет ожидаемого эффекта. Важно, простым и одновременно достоверным способом выявить завышенное содержание влаги является проверка бумагой. Следует поместить каплю меда на бумагу, когда он растечется, аккуратно вытереть и осмотреть данный участок. От хорошего продукта следа не останется. Незрелый мед пропитается, оставив мокрое пятно. Уникальным преимуществом сотого меда по праву можно считать его подлинность употреблей меда в сотах. После приобретения следует разобраться, соты пчелиные как употреблять. На вопрос, можно ли есть пчелиные соты, ответ только один – нужно. Этот продукт приносит неоспоримую пользу организму. Употребить соты можно в качестве сладенького десерта, разрезать на аккуратные квадраты и жевать. В процессе жевания вместе с медом употребляются уникальные примеси прополиса, пыльцы и пурги. В результате в рту остается нерастворившийся воск. Часто любителей пчелиного продукта волнует проблема, как употреблять мед в сотах, можно ли проглатывать оставшийся воск. Никакого вреда от проглатывания не будет, если его съедать в небольших количествах. В желудке воск не растворяется, использует роль сорбента, способствует выводу шлаков из организма. Не рекомендуется глотать восковые соты детям, это достаточно серьезная нагрузка на желудок, особенно если проглотить большое их количество. Важно, не нужно нагревать мед или растворять в горячем чай, при воздействии высокой температуры теряются его полезные свойства. При регулярном употреблении меда рекомендуется кушать его утром и запивать теплым несладким чаем. Хорошо сочетается такая сладость с черным хлебом. При определенных диетах мед нужно есть утром натощак, предварительно выпив стакан теплой воды. Интересно, все продукты пчеловодства пользуются огромной популярностью. Все чаще люди интересуются, можно ли есть пчел. Это неудивительно, ведь на основе пчелиного подмора рекомендуется делать лечебные настойки, которые широко используются в народной медицине. В качестве пищи можно использовать жареные пчелы или приготовить из них отвар и пить в лечебных целях. Польза сотового меда. Данный вид меда обладает множеством полезных свойств, оказывает рано заживляющие, успокаивающие, восстанавливающие эффекты, укрепляет иммунитет. Особенно результативно нектар проявляется воздействие на оттовую полость. Хорошо дезинфицирует, заживляет язвочки, очищает и отбеливает эмаль зубов. Верхние дыхательные пути – горло. В данном случае отлично зарекомендовал себе прополис. Желудочно-кишечный тракт, благотворно влияет на процесс пищеварения, очищает организм от токсинов, сердечно-сосудистую систему. Нормализируя давление положительно влияет на работу сердца. Кроме ярко выраженных целебных свойств сотовый мед широко используется в косметологии и применяется в качестве основы для масок кремов, бальзамов при депиляции, обертывании. Нормализируя давление положительно влияет на работу сердца возможный вред. Противопоказаний для употребления меда в сотах немного, но следует знать о них перед тем, как начать его применять. Они заключаются в следующих показаниях – наличие аллергической реакции на продукцию пчеловодства. Заболевания желудка – гастрит, язва. Мед может поражать желудочную стенку. Сахарный диабет. При данном заболевании употреблять мед можно, но в незначительном количестве. Онкологические заболевания. Прополис и нектар могут ускорить процесс развития раковых клеток. Мочекаменные и желчнокаменные заболевания. Медовый продукт приносит много пользы для организма, но нужно помнить о золотом правиле – не злоупотреблять. Кушать мед нужно в небольших объемах – маленький кусочек или одна чайная ложка в сутки. Хранение сотового меда. Правильное хранение меда в сотах может уберечь продукт и его свойства на протяжении всего года. Существует несколько правил, которые помогут в этом процессе. У соты аккуратно делятся на куски. Нужно следить за тем, чтобы не повредить хрупкие ячейки. У хранится сотовый мед в банках глиняной, фарфоровой или эмалированной посуде, которую можно тщательно герметично закрыть. У емкость помещается в прохладное, темное место. Оптимальная температура, при которой можно хранить мед – 4-6 градусов. Важно! Мед очень хорошо впитывает запахи окружающей среды и соседних продуктов. Сотовый мед – настоящий дар природы, источник здоровья и энергии. Кроме того, это натуральное лакомство, которое обожают и дети, и взрослые. Но для того, чтобы продукт приносил только пользу, съесть его нужно в меру. Неограниченное использование сладости может нанести немало вреда организму. 0-0 в от артикле ратинг. Корректор А.Кулакова